добрый день дорогие друзья и сегодня хотел бы вас ознакомить с теми тестами которые мы проводим для ознакомления с качеством ячеек которые мы устанавливаем взаимозаменяемые батареи применяемые наших различных транспортных средствах и сегодня я проводил тест на мотоцикле suzuki ax100 с мотором да 90 с тест проводил я по моему обычному маршруту 21 и 4 километра старт 1613 и состояние батареи 97 процентов и как раз время пробок большого движения по дорогам первая часть теста в экорежиме для определения максимально возможной дальности поездки сейчас началось ускоренное воспроизведение и для более конкретного определения тока который потребляется на различных скоростях вам нужно остановить просто кадр и посмотреть на ток и скорость как вы заметили возможное расстояние которое можно проехать начала увеличиваться я начал со 108 километров возможной дальности и в экорежиме дальность увеличивается потому что софтверт начинает пересчитывать именно на этом режиме последние 7 километров пути практически без перепадов по высоте и вы можете видеть что возможная дальность поездки перестала очень сильно меняться и в я проехал 21,4 километра максимально возможное расстояние при таком режиме составит почти 160 километров на дисплее мотоцикла на этот момент было показание 127,5 километра следующие тесты я проводил по очень живописным и красивым местам северной части вейхая я делал остановки делал фотографии чтобы немного показать атмосферу поездки и конечно же вы увидите что дальность постоянно менялась потому что при поездке в горку дальность уменьшается и поездки с горки дальность увеличивается но самое важно это конечный результат чтобы видеть различные режимы и различные этапы поездки и когда было израсходовано более 30 процентов батареи вы видите что состояние ячеек очень хорошее вы видите разницу в вольтаже между ячейками всего лишь до 0,02 вольта что очень мизерно и сейчас вы также можете видеть состояние самих ячеек красоту вейхая и пейзажей лучше показывать в отдельном видео цель этого видео же показать что поездка выполнялась на очень холмистой местности как вы видите очень много спусков подъемов чтобы показать именно реальную дальность поездки с этой батареи и как работает эта батарея как состояние ячеек как она себя ведет на различных режимах как вы видите здесь очень красивые места чтобы проводить такие тесты поэтому буду рад если мои партнеры когда-то приедут ко мне в вейхай и мы вместе будем проводить с ними тесты по этим же дорогам или по другим дорогам очень много красивых мест то что я показывал маршрут на карте вы видите я уже проехал до крайней точки и сейчас возвращаюсь обратно батарея зарасходована 35 процентов с учетом того что минус 3 процента в самом начале было сейчас 65 процентов и увидите состояние батареи ноль одна сотая разница между ячейками как вы видите здесь движение не совсем простое поэтому ехать приходится практически на пешеходной скорости но и дальность поездки начала также увеличиваться итог этого двухдневного теста потрачено с батареи 47 процентов и пройдено 70 километров в пути это результат который я получил в реальных условиях при различных режимах как вы видели вторая часть проходила в гористой местности в холмистой местности не на ровном участке дороги уже следующий этап поездки это направление офиса я решил проверить на экстренных режимах скорости разгоняет более 80 километров в час на прямых хотя это не совсем разрешено концу выходных я проехал еще без включения записывающих устройств и контроля но потратил еще 7 процентов энергии с батареи прежде чем я начал последний этап теста при веских разгонах и особенно в гору тот поднимался до 150 или больше ампер это больше чем практически 11 киловатт и конечно на таких токах батарея садится намного быстрее чем при нормальной поездке но что самое интересное что состояние ячеек и разность вольтажа на них составляла всего лишь 0,06 вольта дальнейшую часть поездки по городу также выполнял на немного повышенных скоростях чтобы увеличить расход и контролировать как ведет себя батарея и как вы видите даже при больших токах разница в состоянии ячеек была незначительной здесь вы видите как раз состояние самих ячеек и можете заметить что они практически все в одинаковом состоянии последнюю резервную часть батареи я решил выработать на крутом склоне по дороге ездят туда и обратно это почти пять километров в одну сторону если вы видите то здесь подъем до 122 метров и на этом участке я проехал в обе стороны четыре раза и если заметите то после показания 0 расстояния я еще смог проехать практически 10 километров то есть туда и обратно токи начали уже понижаться потому что контроллер начал ограничивать токи и невозможно было газовать очень сильно и поэтому скорость не было уже больше в конце больше 50-55 километров в час в итоге я выработал батарею до 63 вольт это практически полностью еще можно было вырабатывать до 58 но это еще дополнительно 2 километра ползать черепашьим темпом не очень хотелось в итоге цель была достигнута я проверил работоспособность батареи и она вела себя очень положительно все ячейки работали прямо одна в одну практически не было от больших отклонений даже меньше чем 0,1 вольта то есть даже не было такого 0,06 вольта это даже очень очень хорошо и я смог проехать 120 километров на одном заряде то есть я установил что батарея не 50 ампер часов а примерно 55 ампер часов